Всем привет, друзья! Рад вас снова видеть на канале Amazonian Dream. В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор еще одной подъемной помпы для больших аквариумов. И в сегодняшнем видео у нас будет подъемная помпа от компании Aheim. Помпа называется Compact-On 5000 литров в час. Я хочу вам показать, что входит в комплектующие, как эта помпа работает, и немного сравнить с китайскими аналогами, такими как Джибао и такими как Акванова. Когда я снимал обзор подъемной помпы Акванова, это польский производитель с мощностями в Китае, многие люди высказали мнение, что, мол, все это големы Китай, что это то же самое Джибао, но только в разы дороже. И да, друзья, я в принципе с вами полностью согласен, потому что фактически Акванова это где-то процентов на 80, а то и 90 аналог Джибао. Но с одной лишней большой разницей. Когда вы покупаете Джибао, все, что вы можете получить, это гарантию от продавца в Украине, который ее вам продал. И если, не дай бог, что-то с вашей помпой случится, то у вас будет куча проблем, танцев с бубном, потому что никто не захочет терять там 100 или там 150 или 80 долларов для того, чтобы ублажить вас. Относительно Акванова все выглядит намного проще и совсем наоборот. То есть те деньги, которые вы за нее переплачиваете, вы вкладываете в гарантию. То есть если, не дай бог, что-то с вашей помпой случилось, магазин, в котором вы приобретаете эту помпу, без проблем должен вам ее поменять. Ну, по крайней мере, производитель точно гарантирует обмен и сервисный ремонт гарантийный своего оборудования. Сегодня же мы поговорим о немецком производителе. Все вы знаете, что Эхейм это немецкие производители, собирается вся эта продукция либо в Германии, либо в Италии. Что ж, я не буду долго затягивать со ступлениями. Заваривайте горячий чаек, усаживайтесь поудобнее, А я начну. Поехали, друзья! Друзья мои, помпу, которую мы будем сегодня рассматривать в этом видео, любезно предоставил для обзора интернет-магазина Аквапрофи.com.ua. Этот интернет-магазин является официальным дистрибьютором торговых марок Эхейм и Акванова в Украине. Итак, друзья, Эхейм. Ну, что можно сказать? Коробочка, как всегда, друзья, добротная. Этим Эхейм всегда отличался тем, что, в принципе, упаковка у них всегда была хорошая. И всегда было хорошее качество материала, из которого сделана их продукция. В общем, в комплекте идет вот такой вот пакет со всевозможными насадками, присосками и креплениями. Вот такая вот насадочка, друзья мои. Эта насадка идет на заборник. Еще одна, друзья, насадочка на заборник. Ну и, собственно, друзья, сама помпа. Вот так она выглядит. Достаточно небольшая помпа. И такая, ну, достаточно компактная. В комплектации идет руководство пользователя и гарантийный талон от производителя. Если я не ошибаюсь, на всю свою продукцию Эхейм дает 3 года гарантии. Поэтому, в принципе, покупая эту продукцию, вы можете не переживать ни за что. Потому что, если производитель гарантирует, что 3 года эта помпа вам точно отработает без проблем, то, я думаю, вы понимаете сами, что делалось все на совесть. Потребление электроэнергии у этой помпы 70 Ватт, что на порядок выше, чем у китайских аналогов, таких как Джибао и Акванова. И подъемная мощность в 3,6 метра. Заявленных производителем у этой помпы 5000 литров в час. Как она в действительности работает, мы проверим с вами чуть дальше в видео. Смотрите, друзья, здесь есть три болта. Сейчас я их откручу, и мы посмотрим, что там находится внутри. Какой ротор поставил производитель, и на какой оси все это установлено. Друзья, исходя из того, что здесь внутри есть резиновый сальничек, ну, такая резиновая прокладочка, я делаю вывод, что эту помпу можно использовать даже в непогруженном состоянии. То есть, фактически, вот сюда вот прикрепляю шланг на забор, а сюда шланг на выход в аквариум. И она должна прекрасно справляться со своей задачей. Значит, как я уже сказал, здесь есть сальник, который не дает мне подсасывать помпе в воздухе и, соответственно, протекать в воде. Ну и установлен вот такой вот ротор. Вся эта конструкция ротора и оси, и вот этого крепления, и, собственно, самого магнита, мне напоминает конструкцию в фильтрах от Flual. Но очень даже похоже все сделано. И я думаю, что они, возможно, даже взаимозаменяемы. Вся эта конструкция неразборная, я так понимаю, снять ротор с оси не получится. И если у вас вдруг что-нибудь случится с ротором или осью, кстати, ось здесь керамическая, то придется менять всю эту конструкцию. Ну, вот такая вот конструкция для Fluval, для замены, стоит где-то около полутора тысячи гривен. Это достаточно немало, но, друзья, что ж, я думаю, что вся эта конструкция должна работать очень долго. И, фактически, если взять тот же Fluval, то там все это работает очень надежно. Ну и, собственно, сам сальничек, который устанавливается для того, чтобы не протекала водичка. Значит, эта вся помпа, это один общий мотор. Мало того, вот такие вот моторы устанавливаются на внешние фильтры от компании Heim, ну, мощные фильтры от компании Heim. И те люди, которые имеют опыт обращения с ними, я уже, думаю, знают, какого качества эти насосы. Давайте, друзья, соберем, значит, эту помпу в одно целое. Смотрите, эту помпу можно использовать вот таким вот образом. Сюда надеваем фитинг для шланга, сюда надеваем фитинг для шланга. И, соответственно, эта помпа может работать в непогруженном состоянии. То есть, отсюда забор воды, отсюда выхлоп воды. Все это дело крепится на такое вот крепление, защелкивается. И вот здесь внизу можно прикрепить присосочки для того, чтобы на донном стекле в том же сампе эта помпа стояла и никуда не съезжала. Помимо всего этого, в комплекте с этой помпой идут вот такие вот две насадки. Одна из них коротенькая и широкая. И крепится вот таким вот образом. Для того, чтобы, ну, и вот если у нас в сампе мало места, то, соответственно, эта помпа, сами видите, сколько занимает места. Вот моя ладонь. То есть, сантиметров 15-17 и все. Ну, и есть второй вариант крепления. Вот такая вот трубка. Она может одеваться, ну, к примеру, у нас вот есть даже вот этот фитинг. Она может вот таким вот даже образом одеваться на этот фитинг. Либо, либо положив сюда какой-то кусочек губки, мы можем ее вот таким вот образом одеть для того, чтобы у нас была какая-либо при фильтрации. Собственно, по качеству изготовления, ребята, мне очень понравились. В отличие от Jibao, в отличие от Aquanova, все эти решетки очень твердые, очень качественно сделаны. Нет следов штамповки пластмассы. Вообще все выглядит просто очень круто на самом деле. И, скажем так, конечно же, Eheim это не продукция в каждый аквариум. Это скорее продукция для тех людей, которые хотят поставить эту помпу один раз в аквариум и забыть вообще о ее существовании. Друзья, давайте погрузим эту помпу в воду и посмотрим, как она работает. Итак, друзья, сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Я налил в бочку 30 литров воды, погрузил в нее помпу. Сейчас я ее включу и засеку секундомером, за сколько времени эта помпа выкачает воду из бочки. Понятное дело, что всю воду помпа не откачает, она завоздушится. Всю остальную воду мы вылим, померяем, сколько ее приблизительно осталось, и методом простого математического вычисления и определим, какая реальная мощность этой помпы. Итак, друзья, я запустил секундомер. Я надеюсь, вам видно. И вот, пожалуйста, помпа сейчас, вы видите, да, в аквариум перекачивает воду. Хочу вам сказать, что уже практически помпа сухая, то есть мощность прокачки у нее действительно хорошая. Итак, друзья, помпа еще качает. Все, стоп, помпа завоздушилась. Все, видите, она уже практически не качает воду, она завоздушилась. На экране мобильного у нас почти 32 секунды. И фактически за 32 секунды эта помпа выкачала практически всю воду из 30-литровой бочки. Сейчас я перелю воду в ведро, и мы посмотрим, сколько реально воды осталось. Итак, друзья, что мы сделали? Мы взяли бочку 30-литровую, налили 30 литров воды, поставили помпу, и за 32 секунды эта помпа откачала из бочки ровно 20 литров. 20 литров делим на 32 секунды, умножаем на 60 секунд, и того получается мощность помпы 37,5 литра в минуту, и умножаем это все дело на 60. Получается чистый подъем воды у нашей помпы 2250 литров, а производитель нам говорил 5. По факту, знаете, я думаю, что не только у Хэм, так и проблемы с падением мощности, ну, если говорить о Батмане, то 100% там падение мощности, процентов 60 от 100. Но если говорить о Джибао и Акваново, я думаю, у них тоже есть падение, и я очень жалею о том, что я не сделал подобного рода опыта в прошлых видео. Сейчас, друзья, я возьму, поставлю эту помпу в самп, и просто покажу вам напор, струю, которую подает эта помпа в аквариум. В общем, пока я ставил эту помпу в самп, пока там туда-сюда, у меня оказалось, не справляется еще перелив, потому что работает сейчас две помпы, плюс вот это, и уже аквариум налился просто до краев, осушился самп. Ну, в общем, сейчас я включу и попробую вам снять то, какой напор эта помпа дает в воду. Вот, друзья, смотрите, напорчик, какой помпа подает в воду. И хочу вам сразу сказать, вот сейчас напор упал, она выкачала тупо из сампа, из камеры подачи воды всю воду. Но вначале вы видели, да, какой напор, и что я хочу вам сказать, если это напор в 2500 литров, то мой адман, с заявленной мощностью 5000 литров, сюда вообще 1000 подает. В общем, друзья, подведем итоги. Относительно помпы Compact On 5000 литров в час, которая потребляет 70 Вт в час. Значит, смотрите, что хочу сказать, я увидел достаточно хороший напор, включая то, что диаметр шланга, которым мы подавали воду в аквариум, был 22 миллиметра. Но по подсчетам, возможно, где-то я допустил ошибку какую-то, но я имею в виду подключил, пока включил секундомер, возможно, рано его чуть-чуть включил, возможно, помпа не успела разогнаться. Но тем не менее, по нашим подсчетам, получилось чуть больше двух с половиной тысяч литров в час. Что ж, это, конечно же, не 5000 литров, которые заявляет производитель, но тем не менее, если учитывать тот факт, что помпа уже качала воду, там практически осушилась, и качала воду, уже подсасывая воздух, возможно, это была причина того, что все-таки наши подсчеты были немножко неправильны. С другой стороны, у меня сейчас здесь работают две помпы, атман на 5000 литров в час, и еще один атман на 2200 литров в час, он гонит воду тоже в аквариум через ультрафиолет. И что одна, что другая помпа показывает напор в разы меньше того, что показал Эхейн. Относительно этой помпы, хочу сказать, что мне очень понравилось качество сборки. Все продумано, все хорошо сделано, единственное, я бы в ассортимент, возможно, добавил больше всяких фитингов, потому что здесь можно поставить шланг 22 миллиметра, и, по-моему, там 28, ну, где-то так. Ну, то есть, фитинг только один, и на два размера шланга, все. Больше вы сюда ничего не придумаете. Из минусов еще можно сказать и то, что у этой помпы нет контроллера. Но, с другой стороны, он вам и не нужен. Если вы берете эту помпу для вот такого вот аквариума, то вам ее с лихвой хватит. Тем более, уменьшать там течение точно некуда. Для кого бы я советовал покупать эту помпу? В первую очередь, для тех людей, кто не любит там всякие кнопочки, настроечки, не любит вот этот цацкаться, играться там, заморачиваться всякой фигней. Это помпа для тех людей, которые, которые позвонили мастеру, он пришел, установил сам, установил помпу, настроил, и вы обо всем этом забыли, просто налюбуйтесь и созерцаете аквариум. Это помпа для тех людей, у которых есть деньги для того, чтобы купить хорошую, качественную вещь. Так что, друзья мои, в любом случае, эта помпа имеет право на жизнь, и даже более того, она достаточно хороша. И вот еще, друзья, да, при своей мощности подачи воды, эта помпа берет аж 70 ватт. Ну, в принципе, с такой же мощностью Атман берет 105 ватт. Но если сравнить с Джибао или Акванова, то их последние серии помп при таком потреблении электроэнергии подают где-то около 8 или 10 тонн в час. Это существенная недоработка со стороны немцев. Я надеюсь, этот обзор был полным. Я показал вам все, что можно было показать относительно этой помпы. Если останутся вопросы, вы знаете, где их задавать. Ну, а сейчас желаю всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока и до новых встреч!